В самом центре Европы Субтитры создавал DimaTorzok Белорусское Полесье – Мекка мирового экотуризма Именно здесь проводят свой отпуск туристы США Питер и Мэри, которых приютил настоящий агробизнесмен Андрей Васильевич Андрей Васильевич, что случилось? Что с вами? Горе у меня Большое горе Да, большое горе Очень большое горе Очень большое горе Давайте Каждую тропиночку в этом лесу кабаню знал Конечно, конечно, да, да А что он ему говорит? Каждую ягодку своими руками Да, да, да Конечно Поливал Поливал Давайте Давайте Закусывайте Давайте Давайте Выпьем А я же денег-то Тродясь у нас Не было Разве было такое, чтобы я С вас какие-то деньги требовал СМЕХ Французский 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 Да Мы будем вам помогать, Андрей Васильевич Будем помогать Конечно Что надо делать? Что нужно? Я не знаю, что нужно делать Во, единственное Копил Копил 8 лет Чтобы медведям Пожилым Берлогу построить Мы будем помогать Будем помогать Медведям Вот от меня И все Мы помогать Медведям Лоси без меня Рожки-то отбросят Да Лоси, говорю Рожки-то без меня Лоси Нужно Лоси Лоси Помогать Лоси Лоси Помогать Да Кабаны без меня Отдичаются Кабанчики 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 Кабанчикам Можем помогать Пожар Да Сейчас я вернусь Мэрина, спасибо Ура Кабанчики Белочки Лоси Лоси Лосики Эти лоси Ай-яй-яй Ай-яй Ай-яй-яй Кто Корма Насыпет Зимой Папоротник Кто будет Папоротник Полоть в лесу Папоротника Папоротника Пожалуйста Гидры Гидры Обыкновенные Погибнут Без меня Гидра Гидра Помогать Тоже Больше Нету денег Так я не понял Где страница Остальная Вот сынуля У меня Папки Бизнес Ломает Я мужу Уши Понадеру Лосята Маленькие Рожки Отбрасывают Ладно Я Спешу На помощь А вы Тут Ложитесь Отдыхайте А я Пойду Помогать Бабам В сауне Да В сауне Тоже Поможет Если не я Конечно До свидания Андрей Васильевич Давай Давай За Медведят 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 Офа Давай Это Минск Столица нашей родины А это Национальная библиотека Настоящий бриллиант знаний В центре нашей родины Здесь настолько большое Книгохранилище Что библиотекари Когда идут за книгами Разматывают клубок с нитками А это Джереб Простой пацан Который посетив Однажды Национальную библиотеку Влюбился в книги Навсегда Нельзя вам здесь находиться В пьяном виде Пусть Выночить Давай Опа Че это Михаил Лермонтов Герой нашего времени Блииин Это ж про Сашу Белого Из бригады Саша Белый Действительно Четкий пацанчик Любую ситуацию Разрубит Вот Лермонтов Молодец Молодчага Не поленился Посмотрел фильм Написал книгу Молодец Саша Белый Действительно Герой нашего времени Что вы себе Что вы Что вы себе позволяете Это же библиотека Я сейчас Милицию вызову Вызывай Что они мне сделают Кто мне вообще Тут что сделает Черви книжные Бытло А тебе не кажется Что нужно вести себя Чуточку потише А то что Читал Большую советскую циклопедию не а нос тебе когда-нибудь этой книгой разбивали а ты вообще кто такой я человек который уважает творчество таких пацанов как лермонтов толстой и пушкин а вот это ты земля зря сказал вообще-то коренька нет а какой сегодня день среда в среду можно я к вам пишу чего же более что я могу еще сказать теперь я знаю вашей воли меня презрением наказать вот вот она понимаешь вот он пушкин ты наливай наливай теперь я знаю вашей воли лучше для нас пишет понимаешь для таких как я как ты ну а ну а братишка за за братишку ну вы к моей несчастной доли хоть каплю жалости храня простите не меня беларусь самая технологичная страна в мире в каждом офисе у нас установлена камера скрытого наблюдения о которой работники часто даже не подозревают внимание наша камера снова зафиксировала что-то интересное ну мне это не рассказывай я этой компании основатель так друзья друзья обратите внимание хочу поднять этот тост за наш праздник нам сегодня 10 лет с днем рождения коллеги с днем рождения до рождения до рождения до чтобы не мусорили мне тут с днем рождения и снова минск город где каждый третий житель это звезда шоу-бизнеса ну по крайней мере он себя таким считает существует народная примета если увидел падающую звезду значит петя федюкин не ел три недели но добрый вечер уже у телезрители в эфире программа один день с петром федюкиным на телеканале склад уже с 12 часов дня мы на кухне у пети и это как вы понимаете нелегко вот кстати сам виновник торжества петя петруха давай скажи скажи что нибудь нашим телезрителям вон камеру все выключаем петруха крыш колбаски егерка давай еще б-50 давай б-50 только парни давай еще по 50 не по 250 обновлю тебе давай какой ты ребят давай вздруглили давай запись чтоб все получилось петя да да сыграешь такое душевная давай петь до души вау 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 не перебрали давай петь давай суши корреспондент салудень одно и то же корреспондент ты знаешь восьмиклассницу да восьмиклассницу да давай поехали три четыре пусты на улице мы туда мы идем я курю а ты конфет съешь ты говоришь что у тебя по географии твоя ко мне нужно что по нашей конечно ооооо восьмиклассница я в� ucker я вх unit восьмиклассница да Так, здравия желаем, значит, майор Иванцов, сворачивайся, все проследуем в опорку для составления протокола о нарушении общественного порядка. Товарищ майор, пожалуйста, можно ли? Никаких можно, давай, давай. А ты что здесь делаешь? Ты еще матерью будешь. Давай, давай. Устроили притон. Ну что ж, дорогие друзья, это была программа «Один день» с Петром Федюкиным. А в следующий раз наша программа выйдет в эфир, если я правильно понимаю, то где-то через суток 15. До свидания. Все правильно понимаешь, выключайся. Петром Федюкиным. 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 Зай! До дна! Субтитры создавал DimaTorzok Витебск. Город, где на одного парня приходится 7 девушек, а на одну девушку приходится 7-8 автомобилей в год. Добрый день, старший инспектор ГАИ Михаил Жетон. Ваши права и документы. Очень приятно. Игру права и документы. А, да-да, конечно, да. Простите, пожалуйста. Все в порядке? Да. А почему без ремня? Как без ремня? Вот я с ремнем. Вот у меня вполне симпатичные ремни. А что, сейчас надо обязательно ездить с ремнем? Да сейчас обязательно ездить с ремнем безопасности. Понимаете? Сейчас всегда вы должны ездить с пристегнутым ремнем безопасности. Так подождите, я в безопасности? Где вы видите опасность? Мне ничего не угрожает. Все. Все спокойно. Где опасность? Понимаете? Вы ездите на такой дорогой и быстрой машине по дороге. Опасность вас поджидает на дороге. Постоянно. Понимаете? А-а-а, я поняла. Но я девушка сильная. Я смогу себя обезопасить. Я понимаю, кто вы такая. Уже вижу. Ну скажите, что вы будете делать, если вы без ремня безопасности, да, и в вас въезжает другая машина на большой скорости? Тогда я выйду из машины и накажу плохого водителя. Получай плохого водителя. Получай. Получай плохого водителя. Получай. Получи. Получи. Вот хам. Ушел и даже счастливой дороги не пожелал. Хамло. Кто я? Где я? Что за форма на мне? Что это люди? Кто я? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Вот чёрт! Всё зафиксировано на видео! ГОМЕЛЬ промышленный центр нашей родины именно здесь живет и работает никита сергеевич директор кризисного предприятия которых в нашей стране на самом деле мало но тише давайте не будем мешать серьезным людям совещаться ну что братцы какие-то вы сегодня бледненькие ну это и не удивительно сегодня у нас собрание по поводу подведения итогов за прошлый день ну что я предлагаю начать и 2 1 поехали уроды придурки болваны я не понимаю 950 миллионов долга 15 нереализованных проектов организации предприятия балбесы рано это еще надо было умудриться я не понимаю разбазарить 300 гектаров подведом сливом нам леса под дзержинском как разбазарить приехали на шашлыки набухались испалили нафиг все рано я сказал рано рано начале года нам государством были выделены субсидии и где они а я скажу вам где у тебя козел у тебя горбатый у тебя гора у тебя очкарик у тебя у меня достали вот теперь можно так и не понял а это что у тебя диктофон ах ты крыса накапать на меня вы не поняли никита сергеевич я я просто собираю материал для нашего нового проекта и судя по нашему с вами сегодняшнему собранию этот материал уже весь целиком собран и скоро выйдет новый продукт да и что это будет за продукт это будет аудиокнига тысяча и одно оскорбление в сфере бизнес коммуникации это успех а мне нравится тем более что новый продукт все зависит только от меня значит так завтра на работу без опозданий будем записывать вторую часть нашей книги ясно ясно это успех вот такая она республика беларусь только наши мужчины живя в стране озер и рек ездят на рыбалку в сауну беларусь страна скромных олигархов скромных настолько что люди не догадываются об их существовании белорусские виноделы очень искусные они умудряются делать вино без винограда белорусы настолько образованные что пишут без ошибок даже в лифтах нас пока еще мало знают но это только начало шепотом пусть беловежских баюкаем всю планету от месяцепи до пьордов норвежских красивее места нету и пусть нет ни нефти ни газа в стране тракторов и белоза в нее влюбляются сразу как в женщину с первого раза когда едешь с Литвы в Украину или из Польши в Россию ты увидишь все эти красоты ты узнаешь где центр Европы ты пройдешь по ней не спеша ты поймешь как она хороша а это все страна бульбаша моя белораша что, 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 что...